Собственно, если вот на коврик посмотреть, тут она мелковата, но если присмотреться, то тоже можно увидеть. На самом деле этот коврик, он 2 на 2 метра, он стелется на пол, и человек у нас по нему ходит ногами, отмечая каждую эмоцию в том месте, где она проявляется. У каждой эмоции есть то, что называется стимульное событие и есть предназначение. Ну возьмем для примера вот самую распространенную пару, это вот самосохранение и разрушение. Со стороны самосохранения, вот самосохранение у нас на пол, ну на 4 часа, вот такая красненькая, если по циферблату смотреть. Вот, это диапазон эмоция страха. Страх это такая специальная эмоция, которая включается в той ситуации, когда стимульным событием является какая-то угроза, и мы понимаем, что эта угроза сильнее, чем мы сами, и у нас включается страх, и соответственно, страх направлен на то, чтобы мы от этой угрозы как-то убежали, надо бежать, надо скрываться, надо как-то сделать так, чтобы эта угроза до меня дотянуться не могла, потому что я слабее, потому что она может меня уничтожить, и поэтому у меня появляются все соответствующие симптомы, которые сейчас в наше время очень модно называть термином стресс, хотя на самом деле никакой не стресс, это чистой воды страх, потому что страшно жить, потому что очень много на свете факторов, которые сильнее меня, которые на меня могут повлиять, и я с этим ничего не могу сделать. И соответственно, как бы если я эту эмоцию не умею осознать и утилизировать, то я эту эмоцию могу случайно запихать в тело и заполучить себе психосоматику какую-нибудь, заболеть чем-нибудь. Поэтому очень важно эти эмоции уметь принимать, называть, воспроизводить, то есть показывать, а не впадать вот эту самозащиту, которая, собственно, называется вытеснением, потому что если я буду держать покер-фейс внутри, я там трясусь, как овца, а наружу я показываю, что у меня все хорошо, мне все равно, я вообще всех не боюсь, и все вы там такие вот такие. И это, конечно, хорошо до определенного предела. Но этот предел заканчивается в том месте, где на самом деле я, я же должен что-то сделать, чтобы эта угроза прошла. Если я с этой угрозой ничего не могу сделать, эмоции не могу никак утилизировать, то он еще угрозой. Субтитры сделал DimaTorzok